Кто это вообще? Да, рыжий из ваших. Да, он умеет разговаривать. Но почему он сидит на моем месте и ведет твою программу? Тебе чего, уволили из-за меня? Что же лучше? Тучи круче. Это без меня. Понимаешь, это должна была быть наша песня. За окном. Так это я тикток придумал. Это первая информация в мире. Это сенсация. Подните меня, когда это закончится. Эй, не спи. Да. Вау, какой нежданчик. Сегодняшнее шоу, конечно же, все равно будет посвящено фабрике звезд, но чуть позже. А начнем мы с того, что сейчас вот этот состав в студии сам по себе определяет главную тему этого выпуска. Диалог поколений, так сказать. Понимаете? Вот мы, мы, ветераны шоу-бизнеса. Вот она, молодежь шоу-бизнеса. Короче, друзья, те, кто еще не слышал коллабу Туча Круще, могут. Я вообще молчу, боюсь комментировать. Мне 43. Я сюда чуть-чуть сяду. Подальше. Аперат! Туриченко написано, что ему 39. Я не знаю, правы они или нет. Историческая вещь приключилась. Сингл Туча Круче, который объединяет представителей двух разных поколений артистов в одной песне. Причем написал эту песню Игорь Матвиенко. Шаганов написал слова. Серьезно? Да, представь себе, там так написано. Что пою, не знаю. Я думал, умукнуло молодежи. Ну, хорошо. Нет, и все это теперь поют вместе такие артисты из, казалось бы, разного времени. Но, тем не менее, в общем, история хорошая. Туча Круче. Слава, выучили? Ну, там еще с моим шепотом последнюю строчку. 42 строчки. А, ты коснешься его, точно. Все, выучил. Это что, вся твоя строчка, что ли? Да, ты, блин. Ты что, не слушала, что ли? Мой эротический баритон, блин, в сцене. Я твой эротический баритон слушаю 27 лет. Моя девочка, спасибо. Приятно. Хабиб, как ты с ними справляешься вообще? Да вообще супер. Я прям кайфую. У тебя очень много страдания в глазах. Мы его заряжаем энергией пожилых суперзвезд. Я вообще. Энерджайзер просто. Тут молодежь сидит сзади. Потом, когда программа «Фабрика звезд» вышла на экраны, и Иванушки Интернешнл уже отжигали там по полной, и Хабибу было... Мне было 24, как мы уже знаем, а тебе было 12. И теперь мы все здесь сидим в одной точке времени и пространства. У вас новая песня, с которой вы сейчас живете Чарли. Один вопрос. Как? Как это получилось? Повезло. Просто повезло. Это вообще был мой вопрос. Как? Потому что, ну, какая-то интересная коллаба-то. Кто кого достал из-под земли? Ты всю жизнь мечтал работать с Иванушками. Я их всю жизнь слушал. Начнем с этого. Твоя любимая песня группы Иванушка? Ки Интернешнл. О, кстати. Ну-ка давай. Ну, вообще, в детстве, которое мне очень нравилось, это «Подсолненькие». Самая веселая, самая классная. Папа-бады-бам. Ну, и Тополина Пух. Такая самая из популярных она. Так, а вы насколько хорошо знаете песню Хабиба «Ягода малинка»? Мы... Она что, вообще не вкусная? Она вообще не вкусная. Ну-ка расскажи, насколько. Просто продемонстрируй мне уровень владения материалом. Мы помимо «Тучи круче» записали песню Хабиба втроем «Ягода малинка» ООО в стиле группы Иванушки Интернешнл. Есть вариант, что, может, ее, если ты будешь не против, может, мы ее когда-нибудь предоставим публике. Да. Мы перепели. У него такая, прямо такая вот, прям, ну, цитата, вот эта, вот эта, вот эта. А у нас, Иванушки, романтика «Ягода малинка». Ну, никто ее не услышит. Никто ее возможно. Ну, вот видишь, даже я не знала, что это сделала. Она осталась там, где твои видеозаписи, когда ты вел еще тогда фабрику, помнишь? Нет, он не вел тогда фабрику, он вел тогда 12 злобных зрителей. Этот человек подсидел меня еще на МТВике. А, да, понимаешь? Прикинь. Это было ужасно. И сегодня на центре сделал. После Чурикова никто, блин, не справился бы. Вообще никто бы. Только рыжий человек. Да, это правда. Я тогда еще анализировал. Я тебя уже простила. Все, уже расслабься, уже забей и выдыхай. Вы чего, уволились за меня? Нет. Поэтому, что прощать-то? Что за провести расследование? Я была жутко возмущена, что меня заместили. Кто это вообще? Да, рыжий из ваших, да, он умеет разговаривать, но почему он сидит на моем месте и ведет мою программу? Думала я тогда. А кого ты думала увидеть вместо себя? Ну, я же была молодая и глупая. А кого ты вообще видела вместо себя? Я никого не видела, у меня же фабрика была. Следующий вопрос. Знаете, что мы сейчас будем делать, друзья? Мы сейчас будем смотреть фабрику звезд, которую в этом году 20 лет исполняют. А ты все рефлексируешь. А не я, а люди. Люди все вспоминают, переживают. Говорят, что Кирилл, подождите милочку, что Кирилл Андреев проходил кастинг в группу Иванушки Интернешнл, исполнив песню «Понимаешь», написан в Википедии. Да, все проходили через «Понимаешь». «А за окном, понимаешь, весна за окном, А за окном, весна-весна поет». «Приюн несет, теплый ветер, холодный наш зон». «Понимаешь, пели все Иссорин». «Все пели». «Понимаешь». «Понимаешь». «Это должно было быть наши песни. Потому что мы изначально делали Иванушек плюс две девочки. У нас должно быть три мальчика и две девочки. Потом осталась одна девочка. Потом осталась одна девочка, потом другая девочка отпала. И мы остались в строю». «26 лет девочек ищут». «Но этого находим нормально». «Люди этого всего не знают, потому что вы появились уже как мальчуковый продукт полностью». «Да, совершенно верно». «Подукт». «Кошмар». «Но песню «Понимаешь» я в вашем исполнении уже даже не представляю, честно говоря». «Ты-то помнишь песню «Понимаешь»?» «Конечно, я могу даже спеть». «Понимаешь, да?» «Понимаешь». «А за окном, понимаешь весна за окном». «Понимаешь весна за окном». «Это, по-моему, Сорин написал текст». «Да». «Ты сна понимаешь». «Классная, классная песня, да». «Хорошая, да, хорошая». «Да». «Это такое, а-ля «Исовбейс». «И ты войдешь, ты хозяйничку». «Улыбнешься, и я все пойму». «Потому что тебя я люблю». «Понимаешь, я ушел тогда на бой». «Слушай, Хабиб, у тебя тоже был опыт участия в «Похожемку». «Да». «Участвовал в музыкальном проекте «Песни на ТНТ». «Я до этого работал в полиции». «Это был мой первый такой рискованный шаг в мир музыки». «И мы два месяца жили в башне «Меркурий», «Москвау Сити». «Все было очень круто». «И также у нас был отчетный концерт. Мы писали песни, была студия звукозаписи. То есть все то же самое. Я думал, как круто, что я попал именно в это шоу. Потому что я всю жизнь, когда был маленький, смотрел вот эти все сезоны, все выпуски «Фабрики Зез». И думал, их было бы круто, если бы я тоже там оказался. Писал бы песни, потом гастрольный тур, вот это все. Ну вот, со мной это тоже самое произошло, только немножко чуть позже, но немножко в другом формате. Ну, наверное, я прочувствовал. Подожди, а как в Менты-то подался? После школы. Давай уточним должность, которую ты там занимал, и почему ты с нее ушел? Я был экспертом-криминалистом. Работал я в городе Казань, я из Казани. Казань, привет! Дослужился до капитана. И получается, когда я увидел рекламу по телевизору, в интернете, то, что идет набор кастинг на шоу-песни, я понял, что это мой последний шанс, чтобы попасть в этот уходящий поиск музыкального мира. И наконец-то разбогатеть. Духовно. Не только. Нет, я на самом деле сейчас пытаюсь отмотать, поставить себя на твое место. Да пипец, я вообще в афиге. У человека карьера складывается в криминалистики. Самое интересное, родители не знали. Я все держал в тайне, пока я не прошел. Никто ничего не знал. Я взял два выходных и просто поехал в Москву. Все сделал. Крэйзи вообще. Да. У тебя там просто взяли и ты, родители, перед фактом поставил. А сколько тебе было лет? Ну, мне было 27, я получаю военный билет, получается. До этого я просто не мог уйти. Я хотел еще попасть в шоу «Хочу к Меладзе», но там я уже точно не успевал, потому что… Завелся, в общем. Да. Завелся, завелся, получается. Завелся, криминалист. Окей, а что тебе сказал? Вот твой непосредственный руководитель сказал. Ты что? Эй! Подумайся! Мы тебе майора подготовили, да? Да, кстати! Опа! На самом деле было так. Я уже, когда выезжал на места происшествий, преступлений, у меня уже до этого, ну, уже какая-то была аудитория. В Казани меня уже более-менее узнавали. Я писал текст «Малинки» тогда. Я приезжаю на пожар, ну, там, пожар – это тоже преступление, поджег чужого имущества, вот, и люди такие «Хабиб», и такие рядом следователь, оперативник такие «Не понял, вы знакомы?» Мне говорят «Да я откуда знаю?» Я говорю «Мои одноклассники». Люди просто начали мне уже узнавать, когда уже непосредственно выезжал на места происшествий. Офигеть! Самая популярная опер-группа была! Офигеть вообще! Я уже понимал, что я уже одевал вот так вот шапку, там, то все. И вот эти первые тиктоки на пожаре, да? А я помню твой первый пост, какой-то очень давний, на тему того, что, вот, типа, в меня никто не верил, а теперь смотрите, где моя песня. Да, ну, это, на самом деле, я мотивационно сделал такой пост, потому что мне очень много начали писать ребят из полиции, то, что, вот, мы хотим тоже заниматься музыкой, но не знаем, как ути, боимся сделать первый шаг, потому что, ну, это же такая очень ответственная работа, плюс бюджетная работа, люди привыкают к этому, когда зарплата у тебя постоянно в один и тот же день, как бы, ну, страшно уходить из системы. У нас парни, да? Да, там будет более стабильно, вот. Но ничего нет невозможного, я поехал в Москву, остался, и вот, мои мечты сбываются сегодня, я здесь с ребятами, с тобой, когда-то я смотрела по телевизору, и все. И мы звезды! И это все свершается, поэтому ничего не больше, сидите вперед, и все получится. Вот вам живой пример. Да, мотивация достойная и четкая. Сто процентов, конечно, да. Все, спасибо, спасибо. Нет, минуточку встать, стоп-то всегда, блин. СМЕХ 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 Главное, главное уже, главное сказали, все. Все. Нет. Я, давай. Нет, мы еще и половина не сказали. Че, алло, гараж? Поехали. Давайте посмотрим, сначала отмотаем совсем далеко, в тот самый 2002 год, когда я не видела более обиженных и кислых мин, чем у вас, парни, вот у вас двоих, потому что в жизни вашего продюсера появился другой главный проект, и все, Игорь Матвенко теперь не трясся над новыми хитами группы «Вадушки Интернешнл», забил на написание песен для группы «Любе», а работал только для того, чтобы делать «Фабрику звезд-1», и тогда наши мальчики немножко осиротели. Какой концерт мы сейчас будем смотреть? Какой отрывок из «Дели»? Мы вам сейчас смотреть, по-моему, пятый отчетный концерт «Первой фабрики», где они пели с Ириной Тоневой. Мы сегодня вам не просто смотреть номера, у нас сегодня а-ля «12 злобных зрителей». Подожди, а кто ведущий? Он или она? Да, да, да. Батл, батл, да. Коллега, коллега. Смотрим и обсуждаем. Ты забыл, как мы там говорили, что там надо было говорить? Смотрим и обсуждаем. Вот это вот, если это клево. Да, друзья, ну-ка, давайте, покажите нам, как надо. Это если отстой. Главное, говори, что ты о них думаешь вот там. Они там будут петь? Кирилл, ты единственный человек, который вы сейчас не покажут. Ты можешь просто посмотреть и рассказать им какие-то. Да, и ты можешь за Ахабиба. Я там зрителях «Ситояна». Ахабиб в этот момент сидит дома в Казани, смотрит «Зелик». И если бы такие парни, я бы, может быть, хоть каждую неделю бы говорила, ну, номинируйте меня, номинируйте. Ух ты. Ура. Ёпта-то-то. Да, 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 да. Вот это да. Да тебя там плоечкой прожись. Так сказать, отутюжили. Отутюжили. Слушай, он не очень дожит. Смотри, Иванушкин Дорожев, секунду. Там ангелы пели, небесные песни. Фанерочка, к сожалению. В смысле? Фанера. А что, Иванушкин вживую работают? Вот это новости. Слушай, не умничай ее. Нет, конечно. Еще голова, еще глотку драть. В шапке вышел. А тебе холодно было тут, Андреевич? Были уверены, что мы будем вместе. Что мы будем вместе? Что там делаешь в 15-ти? Это что такое? У меня это очень габанно, блин. Модная мэйка. Кто об этом знал, Андрей? Никто. Я. До сих пор валяется где-то. Да? Да. Ей уже лет 20. Про нее очень прикольная история была. Я был в Нью-Йорке на баскетболе, где играли местные нью-йоркские найсы. Или к найси, как это правильно? Найтс. Да, найс. И Юта Джаз, где... Наш Кириленко. Наш Кириленко. И, соответственно, мы с Машей Лопатовой болели за Юту. И мы болели и орали. Когда они добавили матч, мы орали. А вокруг весь Мэдисон болел за найсом. Нью-Йорк. Да. Я рассчитываю. Я смотрю, и на меня очень недружелюбно смотрели все чернокожие вокруг меня. Вот реально. То есть я думаю, сейчас получу побалде. Повезло. И я, значит, выбегаю. Иду туда в эти товары. Покупай шапку. Покупай эту шапку найсов. А, окей. Я одеваю ее. И это было очень прикольно. Я в найсах, а когда Юта забивает, я… Ааааааа. Короче, пронесло. Это просто. Короче, Кирилл, как тебе глядеть на это на все сквозь года? Да как вчера просто. Так время летит, конечно. Моментально. И я хочу сказать, что действительно и песня хорошая. И мы ее пели и тогда, и до сих пор поем. Тоже самый момент, Кирилл Туриченко где-то в Одессе, наверное, смотрит и говорит, не пойду я на этот проект, братский. Пойду на народный артист. Это 2002 год? В 2002 году почему? Я уже в Филиппия приезжал тогда поездом из Одессы и ходил, раздавал свои демки. Потому что в 2003 году я уже выступал с группой Smash. Тогда Сережа должен был ходить из группы и меня уже готовили на инвестор я записал. Да, я уже записал с Владом, мы записали пару песен. Топалов. Дальше ходячий, реки Петя. Я для телезрителей. И тогда, когда был первый концерт, сольный концерт в концерном зале «Россия», тогда я принял участие в концерте. Да, я стоял тогда на бэк-вокале, но я пел все треки. То есть как бы я учил с ними, я репетировал. Жесть какая. И тогда я потихоньку вливался в коллектив. А потом уже в 2005 году, по-моему, в 2005 году был вот этот народный артист. Короче, я постоянно приезжал, уезжал. Понятно. Короче, все это крутилось где-то вокруг одного и того же. Друзья, а теперь давайте по традиции. Помним, да, систему голосования в 12 злобных зрителях? Или это было вот так, или это вот отстойно. Что именно? Вот это прекрасное ностальническое видео. Вообще офигенно. На что вы рассчитывали? Офигенно. Это просто топовый топ. Это очень классная песня, это очень классный номер. Он, кстати, вошел во второй альбом «Фабрики звезд», где были только сольные песни. И вот этот дуэт. Значит, заслужил. Представляете? Поехали дальше! Это все, что Рыжий выучил, когда вел программу 12 злобных зрителей. Иванушки Интернешнл и Дмитрий Асташонок «Небо»! Это у нас «Фабрика звезд 2». Красивый билет такой у тебя. Спасибо, Кирилл. Да уж. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вот там субрикант. Вот, это не Асташонок, это другой парень, но я его не помню как его зовут. Дмитрий Асташонок. Это Асташонок-младший. Нет, это неизвестный Асташонок. Это брат Асташонок-младшего. А это брат Асташонка-младшего. Всё, всё. Понял. А можно, пожалуйста, послушайте вокал? Вот это непревзойденный вокал. Вот это я не помню, кстати. да это стадионная песни мои не поем начну приватных вечеринках и там корпоратива каких-то мы их поем вот когда вот стадион или там день города площадь вот она ведь заходит идеально очень звонкая и позитив супер позитив я здесь понимаю где-то игорь матвиенко который где-то видимо вас сметчил у себя в голове потому что у хабиба та же механика что и у ваших танцевальных хитов кач угар чай сайт подожди кто там в красных штанах что ты что ли честно посмотреть может они розовые не розовые позже какие-то какая хореография это все тик-ток да тик-ток то же самое так это я тик-ток придумал вот это было 1 2 3 4 это вечная хореография как и песня в том же темпе я в 97 это важно что в том же темпе понимаете тогда 20 50 а темп то тот а надо вообще с неба сделать медляк а заводится цена лечит то выходишь и неважно температура у тебя давление скорость должна быть ребра матвиенко сразу звонит горит нормально почему кирилл не докрутил к вопросу о тик-токе когда начался тик-ток ребята в тик-токе начали делать приблизительно то же самое что вы всю жизнь делали на сцене да вот большинство движения просто украли с концерта иванушек во первых почему у вас нет тик-токов вы бы порвали мне кажется у меня 84 тысячи подписчиков у него 13 миллионов я зачем бы сказал допозорную цифру у него самый худший день столько лайков андрей это ролик не зашел андрей регистрируешься в тик-токе 84 дают просто как демо тебя демо типа что ты чувствовал внимание ужас для того чтобы у них все залетело добро надеть мы такими же как они вот тогда были в то время и все за собой молодым они уже легенды немножечко как легенды себя ведут такие сидят и леним да сколько тик токов пилишь день для того чтобы тебя были там супер мега 23 максимум в день до в день мальчики понимаете день два ролика нормально васильки на самокат девочки глазах ребят что же лучше кстати если как это называется если провести параллель между фабрикой звезд и теперешним тик током сейчас приблизительно та же механика люди объединяются в тик ток дома да то что перед контент это есть продюсер тик ток дома допустим продюсер фабрики звезд на то же самое детей людей детей талантливых ребят собирают в одном месте они контактируют между собой там что-то делают какие-то коллаборации сейчас эти все тоже все поют тик токеры и у них они реально они живут в доме записывают песни делают танцы живут вместе но то есть это то же самое просто уже это такое локально уже не телевизионное поэтому это все от уже было все взято просто в современном немножко звучание это хорошо не расстраивайся андрей это все давайте проголосуем за эту прекрасную песню я поехал давайте посмотрите на этого человека между прочим между прочим это была номинация того чувака мы с ним спели и он вылетел вы его закопать и поэтому поэтому на песне прекрасно успел и до него закопали все видимо у меня есть уважительная причина почему он не прошел дальше почему не скажу нет а говори бы теперь можно я могу рассказать другую охеренную историю кстати да короче да про фабрику корни только появились и и мне звонит приятель ресторатор ты узнаешь это у меня подружка уезжает из россии жить в лондоне и я вот очень хочу чтобы вот чтобы в иванушке и матовенко записали вот песни прям заказную заказник ну ничего себе мужи да я говорю ты прикалываешься я горит а он как болен это я не потяну я говорю слушай у меня вот сейчас только вот корни начали только ним прям я говорю я могу у ребят спросить может они напишут корни начали это я сейчас так сказал я говорю да у нас только корни начали выступать и я говорю какая чё надо-то он говорит у нее зовут вика она уезжает в лондон и я с ней я с ней прощаюсь неизвестно насколько и лондонский дождь да ты не гонишь это что было написано для этой отъехавший в лондон лучше дальше это первое это первая информация в мире это сенсация короче я звоню каждому из ребят каждому я говорю чуваки мне завтра нужна песня со словами дождь вика лондон на следующий день чуваки ребята приносят каждый свою песню про лондон все кабанов асташонок я вообще да я четыре песни четыре песни я присылаю михаилу он слушает выбирает эту песню вы я собираю чуваков студии мы записываем эту песню это единственное первое и последнее продюсирование я собираю ребят студии мы записываем эту песню они и через день исполняют на прощание моего товарища со своей девушкой практически до исполняют плюс сольный концерт я им еще заработал продюсерский центр денег еще ты получаешь деньги и все расходятся да и эта песня становится гипер хитом прикинь да не знаю я почему-то думала что там я написал из четырех песен мы выбрали асташонка кроме того в каждом классе должен быть свой рыжий правда иванушки интернешнл иванушки интернешнл и саша кирилл какая красивая песня моя любимая букет сиреней мы сокращенную пишем когда мы пишем плейлист мы пишем не букет сиреней мы пишем буксир буксир долго ты ее учил нет мне нравится хорошая такая хулиганская летняя кирилл до сих пор выступает в этом этом я опоздал я провинился украл мои текст мой твоя строчка была да это весь к мне нравится как вы строите в терции вот это все такая работа ты не представляешь очень тяжело это самое а в кварт а если актала такого а матвиенко еще прется вот со всей этой влевую заставляет это малешки любовь послушать охереешь там для того чтобы я уже такая для того чтобы так звучало мы даже между собой вот когда едем в поезде мы в терцию разговариваем кстати когда мы записали песню тучи круче матвиенко был рядом и мы короче вместе все это делали там придумывали все не показывай на себе как будто это вот как будто вот сейчас фабрик ему что-то пишем ну такая атмосфера смотрим очень комфортно и круто работать я просто не ожидал что он придет и он пришел и мы вместе участвовали в записи то есть мы как-то пробовали экспериментировали конечно прям привык у меня кстати есть привет от александра киреева специально под наш выпуск хуй готовы на только помолчать чувак который с вами пел так что которым да отлично да привет то здесь вот привет кирилл привет андрей привет еще один кирилл я саш киреев хочу поделиться своими воспоминаниями что ли впечатлениями о нашем выступлении совместно на фабрике звезд уже боже мой 20 лет назад это был один из немногих номеров по поводу которого у меня были терки с продюсерами я хотел там тополиный пух что-нибудь еще вот такого да но решение было принято и мне сказали слушать артист или как вообще-то где буксиром попса очень меня поддержали очень как-то по-доброму ко мне отнеслись по-братски что ли как старшие товарищи и даже в номере это видно по моему остались эти кадры когда я такой сторонке стою начале номера а потом кирилл подходит так в центр мне пропихивает мол давай это же про тебя чуть-чуть история тоже уже много лет к тому моменту была супер звездным коллективом я был в тот момент в начале шоу супер сырым артистом под давлением прямого эфира под давлением огромной аудитории осознание этой ответственности это поддержка помогла и кстати сказать после уже фабрики мы довольно часто пересекались и за кулисами всевозможных концертов и больших маленьких и корпоративных заказных и так далее и все ребята очень по теплому общались со мной за что моя большая благодарность респект и я хочу сказать что конечно иванушка international эта группа просто навсегда ребят пожалуйста будьте всегда потому что вы замечательные люблю вас спасибо шикарные слова просто они оказываются могут быть добрыми прикинь сентиментальными дальше едем посмотрим а как следующая четвертая дальше нет место мы остаемся на третьей фабрике светлана светикова зачастили к нам на третью светлана светикова леся ярославская и ирина ортман кукла вот и девчонки всех прекрасно мы общаемся ярославская на связи а светикова сейчас ведь куда-то посмотрю все это цветка черненькая такая которая смиральда которая пела да точно конечно тоже а еще сама приколка что у нас в оригинальной версии с ссориным он ее записывал а хозяйка где-то с рыжим я бы ты можешь блин не с рыжим а с рыжим он говорит я тебе подкалываю я спой нормально матвей такой с рыжим тоже нормально что тебе теперь приходится делать в этих строчках что даже не задумывался раньше об этом но это мы в частной на соединение а а а а а а а мальчика дисквайрт у меня у кирилла не помню у нас какой-то бренд аддикт вообще чувак весь в боленсяге ноль эмоций вообще на свои бренды это потому что тогда еще не было болезни болезни аги ты чё а топ ты был весь в боленсяге не а я там люблю я в то время любил дон кэрон любил вивен вест вот можно послушать песню не бросайте люди кукол и уж скоро полночь на часа и у куклы слезы на глазах давайте голосовать сразу давайте хорошая песня хорошая футболка плохая еще за одежду голосовать вот вот следующая значит это да песня от и гадаганда договорился да и прикита отдельная скажу умеешь ли ты первый раз на сцене конечно помнивает на большом на большой именно я выходил к жюри это был тимоти фадеев то есть сразу такие большие просто фигуры я мальчишка с гитары просто ухожу и у меня так вот тогда так сердце бил вперед опера ты открываешь мир других мужчин мало-мало-мало-мало ты помнишь я помню я помню а кирилл не помню девяносто четвертый год театр мослава зайцева утренняя звезда первая большая сцена и первый радио микрофон вообще и меня я приехал в свой родной город и так как я был очень первым в городе кто попал но это был как евровидение это смотрели всем воскресенье в 1 утро там это круто и меня быстро забегает так меня награждает город и покупать не путевку в артек и это на детский фестиваль куда хедлайнерами приезжают иванушки international и у меня и у меня фотографии с кириллом с андреем когда мне было 13 до лет кошмар где-то у меня была собой а вот да мне 28 мне 28 он я а ему 13 нормально и в глазах уже здесь читается да так а бегущая строка чуваки я уже у него скоро реки так вот было очень прикольно давайте промотаем на ту фабрику где наконец появился кирилл 3 чем новая фабрика за стоит которая на мусто я так понял да меня приглашали на прослушные на эту фабрику вот я приехал в москву также сорвался я с работы в полиции еще работал я еще работал до песни до песни тнт а песни фабрика него в один год вышли по моему 17 да нет в восемнадцатом году вышли песни тнт и это ранее я мог оказаться там к сожалению я не прошел ну к счастью скорее всего шоу дробишь дробишь тебя не не взял ну я не перед ним прям выступал там был бы были другие ребята не помню что там был вот я записал для них видео все спел и они сказать ему моим перезвоним я каждый день спрашиваю что там желающие а они все не перезвонили смотивировали зато меня его сделали у меня сильнее вот это круто оу да теперь посмотрим на то что их там получилось без тебя как она получилась не очень тут между прочим дочь салтыкова вот она красоточка звонкий голос очень злой голос а мне даже внутрь попадать не надо чего хочу то я говорю на такой я вам скажу я голосую против короче не знаю предвзято конечно здесь к этому всему но как-то давайте голосовать честно голосовать честно давайте выдачу я и по одежде и поэтому все нормально давайте я усилю эффект да я вот так сделаю 50 и 50 я красавчик красавчики ребята а вот все остальное мне не очень не зашло все у хабиба отлегло он конечно отомстил по честному то сказал но зачем конечно же я всех своя дорога ребята свой путь получается были на всех сезонах фабрики звезд все нее истории да есть ли вообще необходимость в таких передачах сегодня вот для того чтобы стать хабибом или стать иванушками интернешнл нужны ли талант-шоу или уже пора закрывать эту лавку и нафиг надо сейчас по моему с приходом интернета такого прям всяких тик токов различных там платформ достаточно записать просто короткий припев на 15 секунд выложить его в тик ток и стать звездой все не нужны никакие вот эти шоу там какие-то отборы нужно быть крутым там чем-то сыночком или там дочь контрактов не нужно контракт ты просто выложил кусочек если он реально крутой его люди зацепят все ты будешь звезда у тебя будут концерты все все реально вот сейчас можно даже песню не дописывается просто 15 секунд пульнуть и потом уже песни да многие записывают специальный припев тестируют его не пошел все песни не состоялась как бы они делать идет все люди выпускают то что понимаешь что они здесь заработать на стримингах но здесь получается какой-то души душа пропадает люди специально делать именно такие всякие простые припевы запоминающиеся чтобы именно не знаю попасть вот в эти чарты тик токи и так далее очень важная штука концерты вот эта концертная группа вот прямо на триста процентов вот те ребята которых ты говоришь они не всегда концерт вот это есть такой момент у тебя получилось что ты как-то зацепил эту историю сценическую ладно ты 15 секунд то записал а он ты пойди попаши сколько у вас максимум концертов в день было вот там какой-то 90 ну да три четыре а в день не вот там новогодние корпоративы 7 по моему было как-то начиная четырех заканчивая 12 полуночью добрый вечер у хабиб сейчас график такой у нас то же самое 40 концертов в месяц и блин мы как-то даже посетили 33 страны за сутки минск украину и россию мы посетили за сутки там концерт да там дневной там это потом ночью москву вернулись и где-то еще в ночном клубе отпели ну это же другая это другая история абсолютно потому что очень много исполнительных хитов которые безликие у них песни есть да но нет концертов но собой нужно еще нести что-то больше чем просто один хит нужно быть каким-то там притягательную притягательной личностью какой-то посыл давать людям поскольку у нас программа про диалог поколений значит сейчас можно быстро подумать и дать друг другу совет от вас совет хабибу что вот нужно такого знать про сценическую работу про жизнь артиста что ему точно пригодится в его карьере с удовольствием послушайте смотри ты уже ты уже раскачался ты уже у тебя же все ништяк это уже знаешь каким быть на сцене и более того я знаю а дальше подождите да и более того ты один качаешь как мы втроем то есть это прям очень круто я бы вот так вот сколько сольник длится час двадцать через фотографии и так далее да вот это вот одному у тебя очень много энергии я отвечаю главное не расплескаться и песни конечно конечно песни то есть без не будет хитов будет забвение потихонечку на сумме да и будет тебе работелка и будьте выступление и будьте как друг ты будешь меня сами спасибо отец будьте энергетичным пиши хиты будешь как мы ты в семье брат и так котеночка гладит успокаивает ой хорошо ну я наверное все сказал если что-то если добавить будет что добавить возвращайся в полицию что-то узнаем что такое о господи конечно а вот посередине что это такое по краям вот это вот иванушки интернешнл мт3 это наш какой-то третий альбом или четвертый ну я правда не уверен что это лицензия передай людям пусть от знакомый лицензий все альбомы тут все альбомы по-моему а да это чисто палево вообще это такая пиратчина вообще хотя посмотри с другой стороны на креечку что-то лицензия видишь значит не паленочка а копеечку то мы не получили Кириллу за тиражом Кирилл вообще-то получил ты на эти деньги штаны купил Кирилл вообще вот Кирилл вне концертов он просто наше украшение он сидит красивый брутальный чувак Кирилл наш тотем тотем наш да продолжаем дальше фабрика звезд 1 Ирина Атонева и Иванушки Интернешнл тоже не продались с кем мы пели на пятой фабрике я откуда помню вообще не по уши он там пел Мигель он даже пел когда-то фабрика звезд 5 Мигель и Иванушки Интернешнл на этом диске что нужно сделать вам скандана от Хабиба так ну чё ребята это подпишут а в чём суть задания условия такое нашим зрителям нужно написать истории связанные с вами со всеми может кто-то ходил на концерт может там какая-то была любовь билет на концерт потерял что-то такое интересную историю связанные с Иванушки Интернешнл Интернешнл и с Хабибом я думаю что женщина которая обнимала тебя недавно на концерте вот ей надо написать свою историю у нас в комментариях вот и она выиграет диск с автографами всех напиши обязательно значит так все мои любовницы девочки пожалуйста не пишите ничего пишите в личку просто пишите мне в ватсап чтобы он тоже вспомнил что было то хоть а и теперь номер телефона Андрея чтобы ватсап запомнили 9 26 выходим из эфира спасаю эту рыжую задницу прощаться да ой да ребят спасибо надеюсь кайфанули это была фабрика Сьянычо да какой тут Сьянычо смотрите с какими пацанами реальными сегодня фабрика с Иванушками и с Хабибушкой Хабибушка Интернешнл это как в России все время нас отарушки блин но были не против ну вот смотри вот тебе Хабибушка теперь Хабибушка мы только за слушайте друзья а когда у вас следующее совместное исполнение тучи круче и где я просто хочу увидеть вас вместе на сцене вот это кстати вопрос очень важный о они слова не вспомнили нет мы можем припев спеть и еще сделать немножко танца ну если ребят не против это без меня давайте хотя бы разложите по строчкам ваши слова как они разложены в песне чтобы мы тоже поняли потому что записать как мы знаем по фабрике звезд может каждый а вот вместе сработать это уже докажите всем что вы не фанерчики да подождите стоп припев 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 залегку припев и тучек и тучек круче да давай давайте я даже спою васильки на самокат девочки в глазах ребят что же лучше тучек круче васильки на самокат девочки в глазах ребят что же лучше я вот это вот это у нас потом это у нас потом чат-чат-чат-чат у нас в ручавое он начинается знаешь когда мы пришли к тебе на дачу где-то 90 лет и мы тебе напоминаем что когда-то было весело а ты такой ахаха очень весело разбудите меня когда это закончится эй не смей да Субтитры создавал DimaTorzok